А это уже другой итальянский город Сиена. Отлично! Так, когда все последние наши выходят оттуда, всем в душе стало легче теперь, более-менее. Через полтора часа, два часа максимум опять будет возможность попасть туда, куда надо. А по поводу отъезда это все Жанна знает. Я точно знаю одно, что стоит... Пекаминута прошу меня послушать просто у панорамы. И там дальше у тех деревьев открывается панорама на башню нашей ратуши. Я вам расскажу немножко историю. Как раз отсюда уже понятно, что, например, город располагается на холмах. Был основан вообще в 7 веке до нашей эры этрусками. Этруски, знаете, древние племена, основатели Рима, Пиза, Болонии, вообще все города Средней Италии были основаны этрусками. Но они здесь занимались просто земляделием. Из-за того, что почва великолепно плодородная. Правда, недалеко от города у нас возвышается гора, которая бывший вулкан. И не беспокойтесь, потому что его последнее извержение было 130 тысяч лет тому назад. Но точно пепли вулкана действовали как удобрители почвы. И, слава богу, вулкан нам оставили на следствии 13 источников, из которых бьет горячая вода. Кстати, вода лечебная для кожи и так далее. Но чем мы занимались здесь этруски? Земляделием повторю, потому что стратегически не только не было и ручного, и морского портов. А еще были проблемы с добычей водой. Решили, да, что надо было, конечно, оставлять гарнизоны солдатов, но подарили хорошую землю ветеранам и поехали дальше. То есть, римский городок первого века до Нашеры не развивался. Опять из-за того, что не на удобном, скажем, расположении. И идут в Рим. Это, конечно, пословица. Но на самом деле они идут только после поры в Рим. Один из самых больших приютов был построен в 9 веке в этом городе. Но все остальные были обязаны платить нам за проезд, за охрану, за дорогу. К нам приехали очень много и богатых из других городов, и очень много простых людей. Так что пришлось расширить нам много территорию города. Были возведены новые последние крепостные стены. И можно сказать, что по градостроительству город, который дошел до нас, он совершенно как он был в 14 веке. И объясню почему. В начале 14 века в богатом городе банкиров жили 48 тысяч жителей. 14 века. Дома совершенно несимметричные. Красивые кирпичные дома. Кирпич основной строительный материал этого города. Потому что территория наша богатая глиной. Естественно, дешевый, ближайший местный строительный материал. Как Lake recognствует меня. Видео для местных людей. Оборудую доискнули. Какamoего по инженерיה от ounces. Посмотрим звуков Ч estado Антона. Я очень каче Ereseloo reevalut Andy. Это было мото? где всегда с 12 века жили банкиры. Ну, почему? Ну, это была даже крепость отдельная. Дело в том, что мы с вами находимся в начале центральной торговой улицы. Это действительно считается районом. И вдруг огромное-огромное пространство. Но это, конечно, естественно, есть такое пространство. Город банкиров и торговцев, извините, должно быть какое-то место большое, где они могли свободно торговать товарами, коровами, лошадями и так далее. Рыночная площадь, естественно. Единственное, что до второй половины 13 века не было ратуши и не было мостовой. То есть это была настоящая рыночная площадь. Была мостовая, нельзя было смывать всю грязь. Так что сделали с углом. Рыцарские турниры, кулачные бои, состязания на быках и так далее. Но в 16 веке вошли в моду знаменития скачки по имени Пали. Так что надо было придумать, как можно скачать. Мало-то места. Пошли в моду скачки, начали пускать зрителей сюда, в середине. И скачут тысячи зрителей. Ну, всего лишь. Стоят они, как селедки в бочке. Точно потому, что сюда пускают за спасибо. И все, и туристы, и местные стараются сюда попасть и вовремя. Потому что сюда пускают только до четырех. А понимаете, что круг не ровный. Поэтому нет всюду видне скачки. Надо как-то там. На фотографии есть как маленький бассейнчик. На самом деле это фонтан красивый. Видите, который там. Баррелевс. Дели до скачек всех ресторанов и лавров. Конечно. Засыпают песком, чтобы бедные лошади не скользили. Между столбами ставят нагорождение деревянное. И 2 июля и 16 августа проходят знаменитые скачки. Конечно, за четыре дня до скачек начинают репетиции в этом городе. Очень интересный праздник. Могу сказать, что вообще цель города упадет в машину времени. А что, если муж слон, допустим, и жена дельфина. Потому что моя соседка, у меня муж из другого города, поэтому у меня нет проблем. Но моей соседке муж из соседного района слона. Ну, они уже как-то решили, что лучше не ругаться. Она просто решила, что лучше его выгнать из квартиры. Потому что квартира ее собственная на территории родного дельфина. Так что говорит, я со шпионом не хочу жить. Иди-ка своим слонам. Они уже 30 лет вместе, поэтому не будет проблем. Но все-таки есть ожеление, причем участвуют активно. И знаете, как они скачут? Самые скачки сколько? Полтора минуты всего лишь. Потому что стартуют они оттуда. Ну, где широкий спуск более или менее. И скачут по часовой стрелке три раза. Керимет площади 333 метра на 3 километра. Часто падают, очень часто, на крутом повороте. Причем те, которые не падали на повороте, успевают влезать в капеллу. Потому что, видите, после крутого поворота спуск. И капелла, чумная капелла 15 века, красивая. Она выступает и мешает. Иногда действительно туда влезает. Еще шанс есть. Вот тот крутой поворот. У нас очень критические моменты. Наездники все профессионалы, но они же наемные. Поэтому надо как-то понять, какие у них игры в голове. Откуда они взяли. Кто перекупил, кто нанимал и так далее. В общем, шубка, игра хорошая для взрослых. Лет назад побеждали и все, уже пора, правда. А слоны, которые победили 3 года назад, знаете, как оскорбили нас? Во-первых, по воскресеньям, по утрам до службы в соборе, в Домском. Они ходили с плакатами, с дельфинами во всех обидных позах. И ладно. Вот потом устраивали и в сентябре, и в октябре огромный праздник. Тут площадь, она ничья. Она нейтральная. Она становится театром спектаклей победителей, конечно. Но они, в общем, последние 3 дня праздника получили от муниципалитета разрешение, чтобы привезти сюда, в город живого слона. Уже понятно, что они сделали. Мой родной район располагается с правой стороны дворца правительства. Слоны живут за башней. Они, в общем, ему давали какой-то слабитель, по-моему, потому что они ходили впереди и оскорбляли, понятно как-то. Нам кидали они туалетную бумагу, громко говорили, пели песни. В общем, и причем, понимаете, соперник победителя не имеет права реагировать до следующих. Так что мы терпели, терпели. Сейчас посмотрим. Но и в прошлом году нам давали очередную клячу, не могли никак-то участвовать. Что делать? Ну, ничего. Посмотрите по телевизору, потому что я уверена, что уже как-то по каким-то каналам передают эти скачки. Они настолько знаменитые, поэтому точно. Один не было мраморной облицовки. Он выглядел по-другому. Он был простой, кирпичный, в романском стиле. Когда привезли сюда столько мрамора? После победы 1260 года. Мрамор самый дорогой строительный материал. И, конечно, великолепный показ богатства и власти. Они же хотели всем показать, какие мы богаты. Потракать, перекусить в полник и так далее. Это шаг номер один. Пока передавайте, нет, берите поднос, потом передавайте, чтобы досталось всем. Хорошо? Сказать сразу, что вторым видом вина мы будем тоже дегустировать кьянти. Называется оно тере де лечи вето, землясов. И в чем разница? Оба кьянти. Почему одну классику, почему другое не классику? Дело в том, что... Вы берите, кому еще нужно хлеб, берите. То есть, как бы, вы покажете. Вот. Дело в том, что существует два вида технологий, как производят. Кьянти классику до сих пор, до настоящего времени, используют первый старинный способ. Уже к готовому вину добавляют чуть-чуть сусла из подайленного винограда. Да, уже разновидность кьянти. Оно изготавливается по второму, более современному способу технологии. То есть, вино заливают в дубовые бочки молодое и выдерживают. Выдерживают не много, не мало, а до полугода. О, вернее, от полугода и дольше, дольше, дольше. Да, соответственно, чем больше выдержка в дубовой бочке, тем вино считается дороже и так далее. Мы с вами попробуем белое сухое вино, тоже тосканское. Как раз-таки, вот я попросила взять верначу, которую я вам говорила. Это регион... Это рядышком здесь, 20 километров, находится город Сан-Джимильяно. Как раз-таки стоит рядом с долиной кьянти. Так что качество вина отличное, белое полусухое вино. Ну и далее, когда мы будем с вами дегустировать белое сухое вино, мы попробуем три разновидности сладости. Первая сладость, это будет Панкорте Неро. Представлена здесь, черная. Вторая сладость, это вот то, что я вам говорила, Пантерат, это то, что немножечко с тукатами и с корицей. Вот она, да? Здесь у вас, соответственно, раз, два, три, да? И третья сладость, мы с вами попробуем Панкорта Маргарита, но тоже одна из разновидностей. Пока вот эти печенюшки мы не трогаем. Почему? Потому что четвертым видом вина у нас будет то самое винсанто, аналог нашего когора, но это слишком грубо сказано, но тем не менее. Крепленое вино. Крепленых вин не так много. Что мы с вами делаем? Наливаем себе вина, берем каждый по кантуччи, по рыцарской сладости, именно про нее я рассказывала утром. Макаете в бокальчик с вином винсанто, выдерживаете, ну, буквально там, ну, полминутки-минутку, да, кому как нравится, кусаете печенюшку и запиваете вино. Итак, мне нужен помощник на вот этой стороне. Жанна. Жанна. Да. Вот мы и приехали в Рим. Как говорится, все дороги ведут в Рим. Завтра у нас целый день по Риму, долгожданному городу вечному. Продолжение следует.